я предлагаю начать с небольшого знакомства да меня зовут влас сегодня мы с вами поговорим про вообще изменения затронем такой термин как change management что это такое как вообще с этим жить чуть чуть дальше на слайдах я расскажу нашу агенду о чем мы будем говорить более детально пока еще раз на всякий случай напишите все кто здесь есть ага плюсики вижу слышно видно прекрасно если что говорите мало ли у меня есть запасные микрофоны камеры как мы справимся давайте начну я себя я представлюсь потом попрошу представиться вас коротко чатике тоже меня зовут влас я руководитель курса agile project manager вот уж и уже больше пяти лет я работаю в качестве менеджера в различных сферах поработал и ком marketplace там телемедицина легал так стартапов интех геймдев даже я непосредственно управляю командами то есть я работаю чаще всего на уровне уровне команд реже на уровне нескольких команд как лид продактом еще реже могу уступать в качестве некого директора по продукту вот мне больше нравится работать на уровне команд поэтому про процессы кое-что знаю постоянно с ними работаю и делюсь этим опытом в том числе на курсе в образовании уже больше трех лет и текущий мой наверное справа искать роль это как раз сеньорный продукт который отвечает за команду до 20 человек я хотел бы с вами немножко познакомиться наверное вопрос такой если это возможно напишите примерно свою роль должность там важно по сути да неважно что написано там в трудовой ли еще где-то важно на самом деле по сути чем вы занимаетесь продакт project бизнес аналитик кто угодно в общем по сути чем вы занимаетесь может быть сферу деятельности вашей компании не обязательно саму компанию любом случае интересно в какой сфере вы занимаетесь какой опыт и вишенка на торте классно если вы напишите еще чего хотите сегодня услышать для чего пришли какая-то может проблема больше запросов я это все вслух прочитаю чтобы те кто смотрит записи тоже понимали кто у нас сегодня какая аудитория так смотрим я буду зачитывать слух екатерина менеджер информационного моделирования в строительной компании крупной бим компетенции коллег проект института бим компетенции это правильно ли я понимаю что это как раз такой бизнес анализ системный анализ разного рода схемы бизнес процессов или это что-то другое екатерина если не сложно подскажите мне чтобы я понял конкретно что это значит так системный аналитик project процесс команди разработка и день проектов delivery manager классно руководитель проекта с огромным опытом project project product руководитель проекта системный аналитик delivery менеджер руководитель проектного офиса руководитель отдела главный системный аналитик dvh человек разбирается в дате я м не знаю такую аббревиатуру может быть и знаю но не видела и так сокращенно тоже классно если расшифруете project manager delivery менеджер интересно узнать что делать когда меня эти требования заказчика помогать им виду выполнять роль скром мастера в команде хочется богатеться вот с изменениями обоцемеет когда окей синя разработчик тех интересная полезные практики пора не изменениями как они приземляются на проект на продуктную команду окей да вот на екатерина написала мне да отлично значит я правильно понял и на занимаетесь собственник фабрика школа душной работы круто руководитель отдела продаж здорово вот мы познакомились давайте потихоньку начинать собственно активно участвуйте задавайте вопросы собственно то что будет в чате я буду стараться отвечать посту как буду заканчивать мысль что-то автопная мы вынесем за рамки кстати да давайте я вернусь назад если что мой телеграм-канал наверное на слайде не канала мой профиль в телеге если что можете меня найти написать как это вопрос если останется без проблем о чем мы сегодня поговорим какая будет структура давайте немножко сформирую ожидания да вначале немного возможно расскажу про отус целом про программу к основному мы перейдем быстро что же такое change management и про что это мы обязательно должны ввести какой-то терминологию чтобы правильно понимать о чем мы говорим мы поговорим также да в качестве теории мы затронем какие общей с классификации целом я не сторонник классификации но когда мы говорим про какую-то базу желательно разбираться и понимать вообще как все устроено какие классификации есть как их можно применять мы также с вами поговорим уже на конкретных примерах чуть позже я покажу вам список конкретных практик которые помогают систем системно управлять изменениями мы не пойдем в каждый из них мы сегодня остановимся на откаре это аббревиатура чуть позже расскажу что это разберем как минимум один пример из практики и возможно затронем еще два подведем итоги тезисно вообще что я хотел сегодня вас нанести и небольшое интро для тех кто кому интересно будет какие-то битуби предложения то есть что мы можем дать вам вашей компании под ваши запросы давайте немножко про отус собственно отус специализируется на обучении войти основной отстройка фокус фишка это продвинутые программы для специалистов с опытом то есть не тех кто уже работает тех у кого есть минимальный хотя бы опыт быстрый запуск курсов по новым технологиям то есть мы когда появляется какая-то новая интересная тема собираем экспертов которые в этой сфере являются лидерами запускаем новые курсы программы актуальная рынка всегда соответственно ментальный рынок а по поводу давайте интернета еще раз уточню у меня иногда здесь появляется уведомление что слабый интернет не пропадаю ли я давайте минус это я не пропадаю все ок все ок отлично хорошо ладно буду игнорировать пока эти уведомления отуса конечно есть образовательная лицензия не работает звук к сожалению марина мария пишет коллеги поправьте меня не знаю правда ли это так все все слышно окей есть образовательная лицензия поэтому всевозможные сертификаты в том числе повышение квалификации и переподготовки все это можно сделать и в том числе воспользоваться налоговым вычетом курсов но направлений много там если по верхам по самым основным программирование инфраструктуры тестирование аналитика дата аналитика дата сайенс управление собственно та категория в которой мы с вами сейчас находимся геймдев информационная безопасность более 130 курсов для различного уровня специалистов более 600 преподавателей которые являются экспертами делятся релевантными кейсами и данными и собственно данными с рынка на текущими тем что нужно рынку оттуса уже шесть лет просто огромное количество выпускников которые прошли обучение более 430 тысяч специалистов в сообществе по охвату в различных наших там сетях где мы публикуем статьи ведем коммуникацию поэтому сообщество довольно большое довольно живое интересное давайте теперь тоже вопрос к вам вообще что такое change management и про что это вот интересно ваше мнение своими словами как вы это понимаете вы можете не знать и даже никогда не погружались в эту тему мне интересно ваше какое-то представление понимание про что это вообще чем суть зачем это для чего про что это как-то коротко 1 2 предложения управление изменениями один ответ продвижение изменения в процессах так из меня эти изменения относятся к изменению проектов способ навести порядок в каусе хотелок заказчика изменений среды адаптация планов под изменения это именно к процессам у меня адаптировать внутренние процессы подменяющиеся внешние реалии изменилось проекте сроки требований стекхолдер уменьшить и управлять чтобы все-таки достичь целей когда был план надо поменять но верхи не могут они за них хотя ну понятно я думаю всех болит или болела когда-то так помогает провести изменения менее безболезненно именно те что нужно быстро реагировали изменения для хаоса а комбан лучше так давайте во первых классно да что вы поделились своими какими-то представлениями ожиданиями здорово давайте теперь немножко мы опять же про ожидания вообще-то мы с вами и так как рыбы в воде да большинство из тех кто сегодня пришел это руководители менеджеры мы собственно и есть изменения мы чаще всего являемся и работаем как агенты изменений постоянно работаем с всем что вы перечислили выше меняется требования меняется конъюнктура рынка сколько всего изменилось за последние несколько лет когда наши компании были вынуждены перестраиваться подстраиваться поэтому кто как не мы лучше разбираемся в изменениях основной поинт здесь такой что мы часто с этим работаем по наитию используем свой опыт эмпирический который мы уже получили и я хотел бы сегодняшнее занятие вам рассматривать как возможность чуть-чуть отойти в сторону посмотреть на это со стороны возможно как-то обрести какие-то черты системности в том что мы делаем вы наверняка увидите в тех инструментом инструменте на котором мы будем говорить на примерах которые будем разбирать в теориях которые погрузимся что на самом деле вы все и так это делаете возможно просто менее системы поэтому сегодняшнее занятие про системность как этим управлять системно именно системное управление изменениями на мой взгляд позволяет делать эти изменения эффективнее при этом дав сразу оговорюсь в конце оговорюсь еще раз что не каждому изменению эта системность нужна то есть не везде нам нужна какая-то бюрократия какие-то микроизменения мы в принципе с вами так внедряем до течение одного-двух дней которые не требуют никаких дополнительных системных подходов но тем не менее в общем классно что пришлось не так много менеджеров мы сегодня посмотрим на со стороны и сегодня будет больше большое количество теории потому что я когда изучал в принципе рынок литературу я сформировал такое представление что change management как дисциплина не очень-то развит поэтому хочется наверное чуть больше дать какой-то базы от того чего можете потом отталкиваться и какое-то время уделить практике смотреть на кейс чтобы дальше у вас осталась хотя бы возможность применить это на своем каком-то кейсе разобраться посмотреть на сколько это вам подходит а давайте начнем говорить про что же такое управление изменениями какие есть термины да и вообще про что это какая суть у всего этого в первую очередь как я и сказал это системный подход задача которого обеспечить выживание процветания организации заявание удержание устойчивого конкурентного преимущества в условиях турбулентной внешней среды в том числе то есть это я приведу сейчас несколько терминов это кто-то из вас тоже упоминал что ситуации когда все быстро меняется рынок внешняя среда в первую очередь есть возможность благодаря системному подходу организации эффективно под это адаптироваться синим цветом я выделил ключевые слова то есть я хочу чтобы отложилось что это в первую очередь про системность потому что не системно управлять изменениями я уверен что практически все менеджеры которые сегодня пришли умеют великолепно управление изменениями еще одно определение ты системный подход к управлению переходом или трансформации целей процессов и технологий кто-то вот писал выше что это про процессы про внутренние процессы в команде по процессы в компании это правда так в том числе это может быть и про технологии многие кто работает на позициях seo там chief informational officer cto и прочих других технических специальностях вот у нас по моему кто то есть кто с тем лидом сейчас работает тоже работают с изменениями и это действительно так внедрять новые технологии адаптировать компанию это тоже работа которая ведется чаще всего параллельно работа с технологиями и работа с процессами и цель управления изменениями состоит в том чтобы реализовать эти самые стратегии для осуществления изменений контролировать эти изменения и вот в этом определении начинается важно и помогать людям адаптироваться к изменениям те кому более понятное определение на английском пожалуйста это вот перевод второго определения поэтому изменения это в первую очередь про людей про то как помочь людям тем с кем мы работаем адаптироваться к этим изменениям поэтому в этом плане второе определение нравится больше она подчеркивает это отдельно и продвигаясь дальше хочется отметить что в первую очередь управление изменениями помогает людям адаптироваться и меняются не организации то есть не технология в первую очередь люди и часто бывает так что изменения это не просто я думаю что все вы вот кто-то писал верхи не хотят не за не могут это про людей изменения это не просто это часто сопровождается стрессом задержками саботажами разочарованием и вообще проваливаться тоже это все имеет свойство проваливаться там затягиваться на определенный срок и так далее и поэтому change management это в том числе про то как мы объединяем как мы организуем людей для выполнения поставленных целей и результатов процессе самих перемен как мы помогаем людям быть успешными в процессе этих изменений которые мы их же и погружаем и довольно логично что когда у нас это получается хорошо наши инициативы и результаты которых мы хотели цели которые мы ставили достигаются изменения становятся нашим потенциалом который помогает нам строить необходимую гибкость будущем в принципе закладывать ее заранее учитывать нашу стратегию рост нашу стратегию трансформации переходы так далее поэтому давайте зафиксируем один из тезисов точнее уже два первое изменения на самом деле не как искал в самом начале не для всех нам процессов нужны нужен change management нужна системность излишняя бюрократия второй тезис это больше про людей это про то как мы помогаем людям адаптироваться к изменениям и как я сказал изменения затрагивают часто как технологический так и человеческий аспект и чаще всего мы оперируем тремя состояниями если мы говорим опять же про теорию то у нас есть какое-то текущее положение состояние у нас есть фаза перехода собственно когда мы там делаем работаем с желанием людей с пониманием зачем это и и зачем это именно сейчас что это им даст в общем то помогаем им понимать делать и работать по-новому к стремясь к прекрасной картине будущего и все это параллельно работ и вся эта работа идет параллельно в двух направлениях может идти в двух направлениях часто бывает что она идет двух направлениях это как технический аспект в котором нам нужно задизайнить решение трансформацию которую мы хотим сделать там новые технологии завести работать по-новому и так далее разработка поставка стандартный цикл так и человеческий аспект где нам нужно как я сказал работать с тем чтобы донести ценность работать с тем чтобы произошло этап принятия собственно желания и знания адаптация к этому к работе по-новому и через подкрепление и применение мы стремимся к собственно тому самым будущем в которой мы людей ведем и очень важно здесь дополнительно отметить что успешные изменения сопровождаются вовлечением каждого сотрудника то есть если мы говорим про свою команду и мы работаем на уровне команды то нам важен каждый если мы говорим про компанию или какой-то отдел то нам важен каждый человек в компании или отделе в зависимости от масштаба изменений цели изменений и так далее и если посмотреть на вот эту простую иллюстрацию то это все ячейки это конкретные персоны люди и часто в этом процессе когда мы работаем не системно или когда мы об этом не задумываемся но выстраиваем процесс мы начинаем терять людей мы теряем кого-то на этапе перехода часть изменений проваливается потому что на кого-то потеряли не объяснили почему зачем не показали будущее в котором это будет работать как почему это важно для них самих чем это им поможет и соответственно часть людей отваливается в целом в будущем у нас может произойти какой-то отток внутри компании команды и так далее те кто те из вас кто переживал какие у какого-либо рода популярные наверное в 19 19 20 18 примерно в этих годах трансформации крупная agile трансформации корпорациях примерно понимает о чем до 30 процентов сотрудников в эти моменты покидали компанию это больно и и с этим сложно работать и собственно успех наших проектов он зависит как раз таки от того как каждый конкретный сотрудник будет адаптироваться к изменениям поэтому здесь я делаю еще один акцент на тезис что нам важен каждый человек и работа индивидуально не просто хорошо продуманные процессы которых скорее всего мы с вами уже неплохо разбираемся и понимаем как их сделать оптимальными нам здесь важно подумать о людях конкретных людях опуститься до уровня конкретного конкретной персоны человека и разобраться как это не помогает давайте немного теперь с базы да вообще для чего и зачем change management будем переходить к классификациям опять же посмотрите на это со стороны может быть вы начнете сейчас замечать какие-то аналогии да вот там я внутренний агент или вот у меня был опыт работы с внешним агентом в общем просто взгляните на это со стороны и кто же такой агент изменений агент изменений это человек который является катализатором того самого процесса управления этими изменениями часто он является тем кто начинает эти изменения инициирует и он помогает организации или ее части команде департаменту делу трансформировать способы работы вдохновляя и влияя на других агент изменений способствует поддерживает и облегчает эти самые изменения в организации и самая такая наверное верхнеуровневая классификация это верхний внутренний и внешний агент изменений собственно ну наверное все кто здесь присутствует мы часто являемся внутренним агентами изменений так как мы являемся сами членом команды в том числе внутренним агентом изменений может быть высокопоставленный директор операционный директор часто так бывает что является hr директор может быть также ну по крайней мере на моем опыте это так какой-то другой любой член команды который понимает как развивать организацию какое у нее есть поведение так далее внешний агент изменений то есть человек вне компании это внешний консультант или сторонний практикующий специалист на нашем рынке это встречается на самом деле довольно редко чаще всего это популярен это популярно и развито в там за рубежом тем не менее аналогом внешних агентов изменений может быть различная agile коуча которые приходят консультируют компании работают напрямую силой валом seo то есть начинают с головы и дальше помогают под целью стратегию конкретной компании адаптировать эффективно адаптировать процесс они также применяют те практики которых мы сегодня с вами упомянем и конкретно от карпа который поговорим чуть больше на них не распространяются те правила и регламенты и политики компании это им позволяет глубже анализировать иметь больше где-то влияние за счет незамыленности в том числе предлагать подходящие модели стратегии собственно управление этими изменениями просто ребята опытные которые делали это не раз поэтому у них есть всегда в кармане различный набор трюков фишек которые помогают предотвратить неудачи изменений чаще всего давайте так сразу от себя добавлю что внешний агент изменений привлекаются каких-то крупных корпоративных трансформаций по моему опыту но мы с вами все кто сегодня здесь собрались наверное все таки больше про внутренних агентов изменений и если говорить про какие-то особенности то опять же внутренние в чем плюсы мы с вами хорошо знаем историю самих инициатив изменения организации мы примерно понимаем как внутри все устроено культуру что сложно что нет на что сделать больше внимания с таким отделом департаментом коллегу руководителям нужно дополнительно проговорить мы можем это учитывать и в том числе у нас есть с вами возможность устанавливать крепкие отношения на поддерживающем этапе после внедрения изменений контролировать и управлять процессом уже после основного этапа чем особенность основная особенность внешних агентов изменений по свежий взгляд в каком-то смысле мы с вами когда приходим в новую компанию и работаем там первые несколько месяцев мы можем себя рассматривать как внешний агент изменений потому что мы с вами тоже есть опыт мы еще не замылены у нас в общем-то большой потенциал не знаю как вы я часто когда прихожу в новую компанию сначала изучаю как устроены процессы понимаю где слабые места потому что со стороны виднее и в моменте могу что-то самое очевидное подкрутить поэтому вот этот свежий взгляд он всегда присутствует у внешнего агента который приходит как консультант но и конечно же это широкий опыт внедрение собственно различного рода изменений чаще всего крупных масштабных изменений для которых консультантов и привлекают это еще не все еще есть классификации по степени ориентированности то есть на что и для чего они эти агенты работают и так да здесь вроде все это последний слайд с классификации дальше мы двинемся в следующую тему каждая инициатива изменений она имеет уникальные требования поэтому есть определенные классификации по направленности это ориентированы на людей агенты изменений они помогают отдельным сотрудникам справляться с изменениями повышая мотивацию они занимаются вопросами эффективности могут думать да не всегда но косвенно об этом думают работают с тем чтобы кадры не уходили качество выполняемой работы росло и контролирует это помогают адаптировать привычки поведение постановку цели то есть эта работа с людьми как мне кажется как мне представляется мы с вами кто работает на уровне команд часто работаем в том числе с конкретными людьми мы ориентируем на свою команду нас высокий уровень эмпатии поэтому в целом к этой классификации часто можем себя отнести агенты изменения организационной операционной структуры то есть те кто меняют структуру компании они сосредотачиваются на изменении самой структуры для повышения эффективности самой компании команды это могут быть и чар директора это может быть seo это может быть seo operational директор и люди которые работают над тем чтобы внутри компании был если она растет всегда подходящий человек который может возглавить отдел или кита лиды которые могут его заменить эта организация такой иерархии внутри компании которая будет способствовать целям бизнеса на текущий момент то есть это такая довольно крупномасштабные изменения по организационной структуре в том числе они могут использовать различные аналитические подходы системный анализ работать с политиками регламентами и адаптировать структуру в том числе под какие-то новые технологии так я вижу комментарий про звук давайте еще раз проверку наверное так сделаем те с кого проблемы со звуком напишите сейчас именно вы там поставьте не знать три плюса те у кого проблемы со звуком посчитаем сколько вас один человек да екатерина похоже у вас что-то не знаю с чем связано честно буду продолжать так еще один комментарий вижу да кто-то делится опытом да ирина спасибо там вы про наверное про слайд с технологией да где я показывал основные этапы это понятно как называется за рубежом специалисты people change management я вам наверное точно название скажу но мне кажется что это какой-то классический change management консультант что-то такое то есть в основном из того что я встречал на рынке это целые компании корпорации которые ну и корпорации ладно компании которые сфокусированы на изменениях и предлагают свои консультации свои услуги по этому помогают другим компаниям трансформироваться как называются штатные позиции по change management я вам не могу сказать а потому что не знаю по нашему рынку я сказал примерно кто это могут быть это разного рода коучи которых нанимают тоже может быть это агент может быть штат это могут быть когда-то риск менеджеры которые приходят вот как раз таки в этап шторма когда конвентура рынка меняется они помогают адаптироваться компании но в целом change менеджеры тоже есть вот и просто не увидел этого как такой полноценной индустрии когда изучал рынок а силу кстати часто работают вот chief innovation офицер или информа информационно офицер тоже может быть в каком-то смысле там change менеджером они часто про это тоже рассказывают где то вы можете посмотреть потом да поехали дальше а третий она кстати ко второму типу наверное мы можем отнести как раз силу операционного офиса директора по операционке мы можем отнести и и чай директора наверное вы можете сейчас подсказать свой опыт и действительно кажется эти люди где-то это может быть села непосредственно реже вот и теперь агенты изменений внутренних процессов собственно тоже похоже на нас с вами внимание уделяется внутренним процессом коммуникации внутри и принятию решений по этим процессом это подход к культурных изменений постоянное закрепление этих изменений это различного рода тренинги я просто сотрудников то есть тоже в каком-то смысле работа с людьми и с процессами которые помогают людям быть эффективнее поэтому для меня первые трети несколько похожи там мои практики не часто идут параллельно поэтому вот мне кажется это про нас давайте теперь про реалии рынка все-таки для чего это нам классификация просто взглянем со стороны внутренними агентами часто являемся мы менеджеры в том числе там может быть cto team lead и pm и чар операцион офисов внешними агентами часто являются и джалка учи разные тег консультанты которых нанимают не знаю как вы встречались такой практикой или нет но если какой-то компании не хватает экспертизы например по тестированию по организации процессов тестирования или по организации каких-то DevOps процессов могут наниматься в общем-то достаточно классные эксперты с рынка которые по конкретно этой узкой теме могут вести ментой и развивать компанию то есть для меня это тот же самый внешний агент который работает с различного рода процессами pm да почему здесь таким красным замыльным цветом потому что каком-то смысле когда мы переходим новое место работы первые несколько месяцев мы с вами также точно являемся внешним агентом потому что видим ситуацию незабыленными глазами ориентированы на людей агенты изменений собственно для примера тоже мы там пьем искра мастера и чары агенты организационно-операционной структуры си о себе общем в основном тассе левел чарди здесь тоже может работать вместе связки seo плотный агенты изменений внутренних процессов это на уровне команд на уровне компании pm и чары чарди и здесь я хочу обратить ваше внимание собственно второй тезис который хотелось бы подсветить что работать с изменениями внутри компании можно не в одиночку и нужно привлекать коллег и поэтому связка которую чаще всего я наблюдаю в различных компаниях которую мы с вами возможно там даже не замечаем но на самом деле так и делаем неосознанно мы привлекаем к каким-то крупным трансформационным изменениям именно и чар директора и seo поэтому на мой взгляд это вполне себе активная связка и команда для управления изменениями достаточно крупными на нашем рынке так давайте теперь приближаться на проектный менеджмент да все это ну начнем потихонечку приземлять на проектный менеджмент собственно еще немного теории поработаем с откаром ну проектный менеджер в общем то как здесь с изменениями для чего это проектного менеджера на самом деле управление проектами и изменений из управления изменениями это важная часть работы нашей и мы с вами отвечаем за такие ключевые моменты как объем сроки затраты качества ресурсы коммуникации риски закупки если мы говорим про классический проектный менеджмент не только пройти и в каждом из этих аспектов нам важно оценивать насколько изменения с которыми мы работаем влияют на эти показатели наверное я не буду здесь останавливаться на каждом из пунктов потому что целом важно показать что для нас когда проект менеджеров важно учитывать как изменения это влияют и без каких-то деталей поедем дальше какие в принципе бывают изменения по масштабу по своей сути сегодня мы не будем говорить про роли потому что есть еще роли организационных изменений по тему помимо классификации агентов изменений мы это пропустим это я считаю не очень критично говорим про виды и типы организационных изменений есть три наиболее распространенных первое изменение это такое менее масштабное развивающие изменения которая характеризует любое положительное улучшение ранее существующего процесса или процедуры на уровне команд мы с вами постоянно работаем именно чаще всего с именно такими изменениями в том числе это могут быть изменения внутри компании на уровне каких-то процессов кто-то писал сегодня про там стейкхолдер менеджмент про приоритизацию внутри что все запутались если мы вводим какие-то свои новые правила предлагаем работы с айти с приоритизацией для стейкхолдеров это вполне себе организационные изменения которые развивающие изменения которые может быть улучшением предыдущего плохо налаженного процесса а переходные изменения это чуть-чуть по по шкале скажем так наверное масштаба до изменений культуры а повыше это изменение которое выводит организацию из текущего состояния в какое-то новое для решения проблемы в том числе это могут быть такие крупные изменения внутри компании как какое-то слияние или поглощение какая-то автоматизация крупная задача и процессов которые занимали большую часть ну там какую-то весомую часть процессов то есть это довольно довольно кардинальный пересмотр процессов какого-то крупного бизнес блока ну или вот слияние поглощения я в таком побывал поэтому в принципе понимаю чем почему это является переходным изменением ну и самое крупное это трансформационное изменение это когда мы радикально или фундаментально меняем саму культуру эти самые agile трансформации которые переживали крупные корпорации ближе к 2000 20 точнее 2020 операции внутри конечный результат может быть неизвестен компания может стремиться вообще на совершенно другой рынок менять сильно пивоты делать модели монетизации работы закрывать открывать какие-то направления в общем-то менять культуру да там переходить на гибкие подходы от каскадных кто-то такое что-то болючее и давайте посмотрим кто то что-то пишет какие связки эффективно на уровне команды смотрите здесь я бы тут индивидуально работал на каком-то на каких-то уровнях вам поддержка может быть не нужна для каких-то задач изменений и общий системный подход может быть не нужен где-то где вы меняете технические процессы допустим процессы автоматизации тестирования или вы меняете глобальный процесс к планированию больших историй задач эпиков скорее всего вам там важно заполучиться заполучить поддержку кого-то из технарей например случае работы с процессами тестирования классно если вы будете помогать и лидировать или вы будете лидировать вам будет помогать какой-то классный эксперт в этой сфере случае изменения процессов да там работы с крупными эпиками потому что вы например поняли что часто промахиваетесь по срокам если речь идет о проектах длительность которых точно превышает два месяца и вы придумали процесс или знаете как это внедрить как внедрить такой процесс который уменьшает неопределенности точность планирования вам в любом случае будет здорово также объединиться с кем-то кто бы это ни был тем лид или кто-то кого вы можете заинтересовать вот я бы сказал что это зависит от масштаба на уровне команды вы часто можете видеть людей инициативных которым интересно работать с процессами такое бывает все очень индивидуально может зависеть от самой культуры даже внутри конкретной команды так я с этим старин закончил уже не закончил да собственно что за практики вообще бывают прежде чем пойдем конкретного ткар давайте я дам вам некое представление о том что вообще есть из этих системных подходов чтобы потом могли ознакомиться почитать углубиться если вам будет интересно в общем-то ключевое слово системной все эти подходы дают системность для управления изменениями и от кар это аббревиатура собственно состоит она из таких терминов как осведомленность желание знания способности подкрепления это не что иное как этапы которые нужно пройти для успешного внедрения этих самых изменений собственно осведомленности осознания необходимых изменений желание участвовать и поддерживать знание о том как все изменится и как вообще с этим работать как работать по-новому в общем какое будущее у меня будет почему это способность это делать в общем то поддержка на этапе уже работы самого внедрения и подкрепление уже после того как изменение внедрено там 70 процентов сотрудников работают по-новому подкрепление для поддержания мотивации изменений уже постфактум модель перехода бриджеса здесь также выделяются этапы этап пускания неопределён и неопределенности путаницы принятия вот ее сравнивать с пятью стадиями отрицания гнев торг депрессии принятия восьми шаговый процесс котлера для внедрения изменений создание чувства нет ложности построение направляющих коалиции формирование стратегического инициатив привлечения добровольцев обеспечение возможности действовать путем устранения препятствий достигать краткосрочных побед поддерживать ускорение в общем-то внедрять изменения модель управления изменения макинзи 7s библиотека инфраструктуры ну и тил в общем да наверное кто-то слышал а может даже изучал такой вот есть спектр из самых популярных моделей управления изменениями давайте нырнем в откар и я хочу сразу сказать что мне кажется это материал уникален так чтобы где-то я встретил на рынке не даже не то чтобы суть а прям полноценный такой методичку о том как работать с откар на одном слайде я не видел поэтому решил такой слайд сделать и сейчас потихонечку по этапам мы вместе с вами его соберем с комментариями а потом даже один пример вместе по откару разберем модель откар вообще для чего зачем почему она есть она помогает экологично и системно внедрять изменения сделать это безболезненно прорабатывая учитывая заранее предсказывает предугадывая какие-то риски каждого этапа то есть если идти исследовать методики вы правда делаете это довольно мягко исключая какие-то риски которые мы можем не заметить если работаем не системно давайте начнем этап осведомленности основная задача этапа объяснить какое изменение нужно внедрить объяснить для чего она нужна зачем она нужна почему она нужна именно сейчас это изменение что будет если его не делать здесь нам хорошо надо поработать с именно объяснением зачем почему те кто здесь являются там проектами продуктами я думаю вы меня понимаете мы часто с вами отвечаем за вопрос зачем и умеем это делать поэтому здесь нам тоже нужно проявить усилия и ответить на вопрос зачем встать на позицию человека который должен работать по-новому и подумать да зачем вообще это нужно как бы вы ответили на этот вопрос так чтобы люди с которыми вы работаете осознали причину этих изменений и почему она именно сейчас происходит тут могут быть различные инструменты которые могут помочь на самом деле это классические практики бизнес анализа которые я использую когда анализирую процессы это сколько мы на этих процессах сейчас теряем сколько грубо говоря какой эффект мы можем получить благодаря какой-то автоматизации процессов благодаря изменению процессов какие конкретно проблемы и в чем они измеряются мы решаем благодаря этому мы можем даже анализировать рынок применяя практики различные изучать конкурентов изучать какие-то лучшие подходы на рынке как они влияют какие бенчмарки в чем отличие у нас и что мы получим если это сделаем в общем здесь нет никаких ограничений на не прошу прощения различного рода применение практик бизнес анализа какие результаты нам важно здесь добиться первое мы определяем метрики успеха уже на этапе осведомленности мы должны четко понимать чуть чего мы решим какую проблему решим как именно и в чем это будет измеряться был какой-то процесс который затрагивал 30 процентов там тратились 30 процентов какого-то департамента неэффективно просто на рутинную работу его больше нет есть какая-то полезная процедура операцию которую коллеги которые раньше тратили 30 процентов времени должны выполнять кажется они должны делать теперь больше этой полезной работы и меньше бесполезны и это можно измерить можно подумать как измерить и так далее если мы работаем внутри команды точно также мы должны понимать на какие там проблемы мы какие проблемы мы решаем чем это можно измерить здесь могу отступить в сторону там от сухих цифр аналитики если нам понятно что эта проблема только внутри нашей команды внутри нашего дела не всегда да и как я сказал раньше не всегда нам нужно работать именно с этим вот прям системной дотошно нам важно хотя бы зафиксировать какую точно проблему решаем вам важно чтобы все понимали чего у нас больше не будет или что станет эффективнее хорошо опционально если это можно быть померить но не всегда да можно в это так углубляться а как минимум до сотрудники понимают причину изменения как максимум что тоже очень важно логику принятия конкретного решения если вы читали и может быть знакомы с творчеством блин я забыл книга принципы райдалио даже да по моему так если что поправьте меня то один из ключевых аспектов который он транслирует это объясняете свою ну в общем то делитесь логикой размышлений которые привели к решению это очень помогает коммуникации поэтому здорово если вы это делаете если вы не просто объяснили почему ну какая проблема и какое решение классно если вы провели их по пути принятия этого решения почему это классно потому что таким образом вы поддерживаете некую во первых сопричастность во вторых вы можете иногда ошибаться вы можете не заметить лучшего варианта если вы покажете логику решения и почему именно на такое как как не пришли вам могут подсказать если вы работаете команде профессионалов облеченных людей часто могут встречаться хорошие интересные идеи как сделать еще лучше поэтому делитесь логикой принятие решений какие вопросы могут нам помочь убедиться что все прошло хорошо на этом этапе но первый проверочный вопрос который можно задать тем с кем мы работаем это опишите степень вашей информированности о необходимости изменений какие факторы деятельности организации это могут быть отношения с клиентами там это могут быть какие-то конкурентные позиции это могут быть какие-то другие внешние и внутренние факторы которые диктуют необходимость изменения то есть мы проверяем понимают ли люди вообще что является причиной для чего мы это делаем насколько они в этом проинформированы что если здесь прошло что-то не так мы видим что у нас какие-то проблемы там меньше половины людей понимают или выявляются явные какие-то отклонения мы можем проинформировать поработать конкретно если мы говорим про крупные изменения с руководителями бизнес причинных изменений то есть понятно у нас может не быть времени для того чтобы внедрять крупные изменения объяснять все там сотрудникам конкретных руководителей там sales департамента не знаю департамента поддержки еще кого-то но убедитесь что как минимум руководители понимают следовательно могут донести эту логику и причину риски которых с которыми встретимся если это не делать до своих сотрудников а также подумайте о том как это конкретно влияет на сотрудников то есть можете вместе с этим руководителем если мы говорим про свою команду то нам это более понятно подумать как эти изменения положительно там отрицательно конечно мы стараемся чтобы это было положительно влияют на будущее где так вы им поможете донести и пройти этап осведомленности еще быстрее сейчас смотрю ваши вопросы так очень не хватает на этой модели противодействующего желания да а куда девать нежелание сейчас мы про это поговорим у нас же есть от желания давайте мы сейчас данный этапе желания про это поговорим владимир так мария как измерить какая часть людей понимает суть изменения смотрите это может быть в виде теста то есть этот вопрос слепить тест где угодно google форма там яндекс тест в личку написать всем задать вопрос на общем каком-то митинге собрании попросить подумать и на доску наклеить ну там если вы работаете в ком-то white барде прилепить стикер анонимные с тем как вы понимаете изменения методов много переходим к этапу желания собственно как вам видно тут как будто четвертка поехала нормально видно экран напишите кто-нибудь собственно желание и что же тут делать как раз к вопросу владимира этот этап важный как раз таки для того чтобы преодолеть саботаж который возможен который чаще всего будет то самое нежелание сформировать и поработать желанием работать по-новому исправить с саботажем так я марии сейчас на вопрос разрешите смотрите люди не отвечают на вопросы честно в этом проблема вы же не задаете вопрос абстрактный по обратите внимание вопрос тут сформулирован на самом деле достаточно там черство его можно сформулировать попроще тем не менее вы задаете конкретный вопрос там дорогой ты понимаешь для чего и почему именно сейчас мы делаем это изменение как ты понял причину и что будет там если это не делать на этот вопрос нельзя ну ответить как мне кажется там нечестно ты либо понимаешь можешь объяснить либо у тебя есть какие-то свои убеждения и ты тоже им поделишься да вот вы говорите так а я думаю что на самом деле так да то есть если если такое произойдет что человек на самом деле думают что вы не знаете делать изменения для x а на самом деле вы делать изменения с целью y вы это тоже увидите а то ведь и придете там спросите а почему ты думаешь что что мы это делаем для x я разве так говорил или кто-то такой эти доносил с этим можно будет поработать на этом этапе поэтому мне кажется здесь пространство для того чтобы ответить нечестно можно как-то минимизировать задавая конкретный вопрос вообще о причинах этих изменений теперь к желаниям давайте я закончу желаниями потом поговорим с вами еще если интересно будет какие тут есть инструменты как вообще с нежеланием быть во первых нам нужно на этом этапе работать с осведомленностью а использовать различный контент план подключать если это крупные изменения там talent отдел и чар отдел делать какие-то план по коммуникациям изменений в процессах там заранее то есть чтобы люди были в курсе не терялись а если это какие-то супер крупные изменения ну на самом деле это отдельный пример классно когда если в компании происходит куда стратегический поворот непосредственно кто-то из там seo там крупных инвесторов или еще кого-то собирает компанию регулярно делится там важными новостями и планами это вообще ну как бы очень классно да но и это и отклонился ответы на частые вопросы то есть если вы знаете тревоги и переживания ваших людей да там сколько мы их таких поворотов различных где внутри компании было непонимание что будет дальше прожили за последние несколько лет много и очень круто я лично видел как работают ответы на частые вопросы то есть так или иначе сотрудники начинают писать и чаром еще кому-то если они теряются если эти факи ну быстро вопрос собирать и делать какие-то посты в каналах это сильно снимает уровень стресса и нежелание до каких-то там своих додумок они это делают потому что они хотят нас уволить там или еще что-то это все можно обрабатывать и нужно заранее помощь коучем собственно и здесь важно как раз таки да как быть с нежеланием нам важно поработать с сегментами выделяют три сегмента это скептики тревожные поникшие кто такие скептики это те кто да слушайте я уже 10-20 лет работаю я знаю как надо не надо мне рассказывать да там или там плавали знаем видели такое не работает такие довольно уверенные ребята которые есть своя система убеждений какой-то опыт и с этим со скептиками можно работать часто кстати говоря скептики это как раз те люди которые способны предлагать неплохие идеи то есть это люди которых можно через вовлечение в обсуждение чуть ну предлагать им чувство причастности предлагать им чувство того что они поделились какими-то идеями и учитывая лучшие из них вы их как бы вовлекаете в это направление соответственно снимаете этот сегмент постепенно я не говорю сейчас про какие-то экстра выпады из скептиков которые там не знаю скандально токсичные и кричат что это что там все все плохо да я говорю про такой базовый сегмент скептиков следующий сегмент это тревожные собственно те кто переживает что вот они начали менять процесс наверное они хотят следить за нашей работой чтобы нас поскорее увольнять начать как-то сделать все прозрачно чтобы нас можно было все что уволить и подобного рода переживания то есть какие-то додумки и с этим как раз таки нужно работать при помощи того чтобы наносить что там высшая ценность это люди да мы это делаем для вас вот как вам это в вашем будущем поможет вот как это будет плохо если мы этого не сделаем мы то есть первую очередь заботимся о вас работать с факами с какими-то частыми вопросами собираете тревоги заранее в принципе можем подумать даже об этих тревогах можем поговорить несколькими людьми на там с руководителями с теми же сотрудниками ребят вот мы такое думаем как вы думаете какие самые там частые будут возражения да вот какую кто вас в команде и что на этот счет скажет давайте подумаем давайте сразу опишем что что на самом проработаем эти возражения и работа с понедшими то есть те кто уже ну там выгоревшие сотрудники которых уже нет сил эмоционально вовлекаться не в положительную не в отрицательную сторону там тревожиться или еще что то это отдельный сегмент и с ними нужно работать бережнее всего потому что самый высокий риск того что они отвалятся уйдут уволятся и здесь нужна определенный уровень поддержки высокий уровень поддержки личного общения то есть такой персональный подход не сегментом а если вы знаете кто это да там особо вас в этой зоне риска находится обычно мы с вами те кто работаем с командой мы сами знаем кто в нашей команде наиболее выгоревшие да там или мы можем это почувствовать и вот только в рамках этих изменений нужно такой персональный подход применить а не только к нашей команде ко всем пообщаться с ними также собрать какие-то переживания чем персональная работа это помогает на пройти преодолеть этап саботажа вот эти инструменты какие здесь результаты нам важны нам важно чтобы сотрудники почетка понимали почему это изменение нужно сейчас все мы фиксируем почему она именно сейчас необходимо какой вообще будет эффект то есть не просто метрика да там за которой мы следим или проблемы которые решаем а что конкретно станет лучше что от них требуется они начинают понимать конкретно прикладным к себе форматом что именно в их работе что в моей работе изменится что я буду делать по-другому и какую поддержку они получат компании то есть какое сопровождение как она будет проходить вот появляется конкретика соответственно проверить насколько на этом этапе на все хорошо можно также при помощи каких-то проверочных вопросов это перечислите мотивирующие факторы и последствия там положительные отрицательные до связанные с изменениями и влияющие на желание работать по-новому иными словами какие плюсы и минусы вы видите впоследствии этих изменений и какие из них там для вас являются мотивации работать по-новому если это есть как если есть какие-то там анти примеры да там причины которые наоборот мешают то убедительно просить эти возражения описывать то есть что именно все таки ты считаешь не сработает или является для тебя там где мотиватором какие возражения напиши конкретно не просто я не хочу я боюсь я там видел плавал знаю не работает а вот пожалуйста мы с этим поработаем нам важно напиши почему ты считаешь не сработать если ты так считаешь и почему классно да если почему хорошо если это сработает если вдруг что-то идет не так на этом этапе это сложный этап у нас есть такие варианты это посмотреть на собственно эти самые очаги сопротивления людей их чаще всего если это какая-то группа у нее есть формированная боль или проблема которые возможно они не могут донести явно можно прийти понять эту боль или проблему и там развеять ее на самом деле она часто ну просто сдувается вот и есть страх там может быть кого-то про нее не сказать или еще что-то вот пора работать с причиной самой основной с корнем почему они не согласны почему именно так они думают скорее всего есть какой-то страх переживания либо они может за каким-то идут там неформальным лидером который так считает что это плохо там в общении с ними говорит что это там плохо а на публичных встречах молчит ну надо тогда до него добраться и понять почему он там в чем причина ну пусть поделится второе разрабатывать групповые индивидуальные схемы мотивации к изменениям и это правда тоже интересная штука чаще всего она применяется каким-то крупным изменением в процессах дополнительные поощрения мотивация и схемы которые мы затронем на этапе подкрепления чуть более подробно дальше переходим к этапу знания и здесь мы переходим уже к практике то есть мы конкретно учим сотрудников работать по новому что же поменяется как они будут работать иначе здесь нам помогает отдел обучения проводя различные тренинги памятки составляя гайды статьи посты встречи формата вопрос ответ это внешний вендор то есть если мы внедряем допустим какую-то crm систему крупную делаем какую-то интеграцию с решение или еще чего-то мы можем подключить внешнего вендора который нам поможет расскажет и тысячу раз вообще это дело адаптировал процессы под различные компании своей системе поможет нам справиться с этим у нас это если мы говорим про себя и внедряем какой-то простой процесс просто по технике там сказал показал сделал то есть буквально и не знаю увидели что захотели в джире проставлять теги до различного рода к задачам чтобы потом анализировать количество я не знаю там каких-то багов по верстке багов по бэкэнду там критичных багов ну то есть я сейчас например из головы и ну что тут долго согласовывать да и зачем возиться все объяснили всем проблему для чего это делать как это поможет зашли в джиру нажали две кнопки теги завели показали как их проставлять если надо простенький регламент там если там в компании нормально выставили процессы и это можно сразу описать где-то описали по регламенту какие теги чему соответствует запустили показали пару дней поконтролировали в конце месяца поконтролировали процесс работает собственно здесь без каких-то приседаний дополнительно а как нам на этом этапе убедиться да какой результат мы достигли во-первых сотрудники могут закрепить свои знания через тест или кейс на пост тренинговом мероприятии то есть мы провели какой-то тренинг на тренинге допустим коллегам все было понятно и вы увидели что все понимают как с этим работать но самое интересное через неделю или две сделать пост тренинговый кейс взять какой-то аналогичный кейс и проверить еще раз как с этим справляются коллеги если они проходят то кажется мы можем закрепить что вот эти навыки новые применились и они могут с ними работать теперь дальше соответственно какие проверочные вопросы и корректирующие действия могут быть но перечисление навыков и знаний которые необходимы для поддержки изменений во время переходного периода и после его завершения то есть мы спрашиваем конкретно прикладных навыков которые нужно делать можем даже там о конкретных операциях что поменять в процессе спросить и как ты будешь с ним работать то есть какой-то тест я даже кстати встречал в компаниях где устраивают на работу допустим новых коллег и в компании хорошо проработаны регламенты дают там три дня на изучение регламентов работы если позиция высоко там автоматизирована и позволяет регламентировать почти каждую операцию которую нужно делать человек спустя три дня проводится тест ну то есть насколько ты закрепил знания мне кажется что это вот как раз аналог такого рода только это не изменение он бординга сотрудников в компании здесь тоже самое вы можете это проверять если вдруг на этом этапе что-то идет не так вы это измерили понимаете то вы можете во первых предоставить полную информацию о том как с этим работать еще раз я продублирую через все возможные канал через руководители если вы влияете на работу другого отдела что необходимо сделать для успешного изменения вы можете на этом этапе если идут какие-то проблемы вас просто не хватает привлекать как раз таки коллег тренеров hr для работы с запросами и в целом вы всегда можете возвращаться на этап раньше часто такое бывает что на этапе знания вы понимаете да вы можете осознать что коллег блин как так я же всем все объяснил да там все все понимали и зачем почему мы это делаем а сейчас оказывается снова 20 процентов людей сидят и ничего не делают потому что считают это ерундой ну то есть возвращаемся к этапу осведомленности и проверяем проговариваем работаем с этим почему там ты считаешь это не надо делать давайте поедем давайте я еще раз расскажу вам почему это важно такое бывает это ну как как часто наших в нашей реалии встречается казалось бы линейный понятный процесс часто превращается на самом деле в такой циклический петельный когда мы с одного этапа все-таки возвращаемся на прежний потому что что-то возникла какая-то проблема на предыдущем этапе дальше способность смотрите здесь нюанс этого этапа в том что нам начинает казаться на этапе способности давайте повспоминаем себя что когда мы все это рассказали проверили знания нам начинает казаться что всем все понятно и сейчас я все буду делать у нас возникает иллюзия что все будет работать и без нашего контроля на самом деле основная задача этого этапа это как раз таки по контролировать и помогать на первом этапе внедрения и нам нужно понять и осознать действительно ли сотрудники там осознают суть изменений и работают по-новому этап контроля уже именно на внедрение новых процессов там технологии еще чего-то и какие тут примеры могут быть до инструментов во первых это еженедельный отчет если мы вдруг внедряем давайте какой-то пример мы внедряем новую crm-систему мы можем смотреть отчет об использовании этой crm чаще всего crm ки оснащены различного рода аналитикой анализ доступных метрик не должен занимать каких-то проблем да там дать посмотрим сколько из-за там 70 человек sales департамента на самом деле работают в новой crm или они по-прежнему ходят в excel какой процент какие операции они выполняют делают ли они снова бизнес-процесс какой процент новых какой процент основных бизнес операций не делают новый crm какой старый почему все это мы можем посмотреть при выявлении проблем на этом этапе можем дополнительно устраивать различные мастер-классы разбирать вопросы тесты то есть возвращаться как я сказал на этап предыдущий на этап знания и основной результат здесь такой мы с вами можем сказать то 70 процентов сотрудников перешли на новый процесс это такая такой показатель которых характеризует успешное внедрение изменений дальше все случится если вы добились 70 процентов остальные сотрудники докатятся по любому поэтому нам нужно убедиться в результате этого этапа что действительно процесс стал привычным мы посмотрели поконтролировали уже без особого влияния до поконтролировали посмотрели если отпустить все какие-то прямые напоминания как это работает и убедились что 70 процентов сотрудников действительно работают по-новому с высоким качеством какой проверочный вопрос с учетом ранее рассмотренных знаний навыков оценить вашу способность реализовать эти изменения на практике как вы их сейчас реализовываете какие проблемы с каким проблемам встречаетесь какие предвидите в будущем уже по новому процессу какие барьеры которые мешают вам сейчас с этим работать что здесь можно делать если вдруг что-то пошло не так это проводить собственно консультации встречи вопрос-ответы все то что мы делали раньше здесь новых каких-то инструментов у нас не появляется выявлять причины организовать наставничество выделять тех у кого получается хорошо подключать через за мотивацию нематериальную блин классно ты вообще молодец это круто перформишь по процессу там у ребят проблемы можешь помочь объяснить им как то так и собственно да надо выиграть слабые места несмотря на то что там даже 70 процентов работает если есть 30 процентов которых нет это повод подумать поработать изучить дополнительно что же идет не так как как я могу помочь там как менеджер и последний этап до этап подкрепления в общем то здесь о чем мы даже после того как мы убедились что все работают по-новому большинство работает по-новому спустя какое-то время процесс на там мотивация к работе по процессу или если люди не увидят каких-то изменений и качества встречаться с какими-то проблемами они могут вернуться и работаем и вернуться к работе предыдущей это бывает кстати не только потому что там люди такие да захотели вернулись работать по новым такое может быть потому что в процессах что-то менее удобно чем было раньше и эта причина нам с вами поработать и подумать на тем как все таки избавиться от этих барьеров так или иначе до без дополнительной поддержки на этапе подкреплен без дополнительной поддержки после внедрения изменений есть высокий риск того что все откатится назад и поэтому здесь нам нужно заранее это все этапы которые нам нужно сделать прежде чем хоть и показывать поэтапно но всю вот эту картинку весь этот слайд нам нужно проработать еще до того как мы начнем это само изменение внедрять поэтому нам нужно задуматься о материальной и материальной мотивации не материальная мотивация например публичная благодарность всех причастных и в частности благодарность за результат большей степени за результат они за там сам факт какой ты такой инициативный смотри каких классных результатов ты достиг там заранее подумать как это можно обыграть это различные конкурсы и номинации которые поощряют именно переход на новый процесс конкуренция всегда подстегивает в некоторых отделах общая конкуренция это основа всего например sales а это контент план о том как мы будем работать с и что будем доносить заранее да как мы будем какие у нас будут не промо так просто посты в целом о поддержке людей анонимный опрос это не относится к мотивации но в целом это тоже инструмент если люди боятся публично высказать свое мнение по поводу изменения боятся что это как-то повлияет может быть на какие-то kpi еще на что-то там какие-то другие страхи о которых сложно сказать публично нормально делать возможность оставить анонимные какие-то ответы и провести анонимный опрос это помогает материальная мотивация ну понятно здесь думаю все подарки какие-то мерч премии допустим если в компании есть возможность включать премиальную часть какие-то отдельные заслуги или ставить в качестве 5 переход на новый процесс такое тоже бывает какие здесь результаты что по итогу мы имеем мы имеем сотрудников которых мы отдельно отметили которые показали высокий результат целом мы понимаем какая конкретно материальная или материальная дополнительная мотивация есть для того чтобы перейти к работе по новому у нас есть еще до этапа внедрения конкретный согласованный план по мотивации каким-то по контенту хорошо если мы его может быть даже обсудили с руководителями на может даже провели какой-то опрос внутри компании в том числе анонимное чтобы они хотели больше до в качестве мотивации чтобы чтобы помогло им перейти и включить это в нематериальную мотивацию какой вопрос здесь может быть который проверит все ли у нас идет хорошо это перечислите механизмы закрепления изменений вашей организации которые помогут сделать эти изменения устойчивыми какие дополнительные мотивирующие факторы у вас есть да там почему бы вы хотели добиться высоких результатов в этом переходе а какие есть наоборот блоки на каждом этапе нам нужно разбираться с проблемами это важно вытаскивать их работать с ними и последнее да как как все-таки нам скорректировать свои действия чтобы добиться такие результаты это работать с руководителями транслировать им информацию о том что изменения все еще продолжаются в том числе поддерживающие изменения там спасибо всем кто там с этим справляется вы большие молодцы все очень классно помогает и работает особенно в публичных каналах это продолжать контролировать изменения несмотря ни на что подглядывать не отпускать сразу и дополнительно если что-то не так организовывать индивидуальные сессии наставничество то же самое проводить какой-то коучинг и обучение давай регулярную обратную связь принципе вот на таком одном слайде все собрано поэтому не знаю надо ли вам делать скриншот или мы потом вам пришлем презентацию сейчас сказать не могу если что может быть такая шпаргалка вас под рукой что вы думаете насчет того чтобы один пример посмотреть на каком-то реальном кейсе я подготовил несколько вариантов собственно примеры изменений с которыми встречаемся некоторые из них вы даже описали когда я спрашивал что как вы понимаете change management собственно давайте эти примеры озвучу примеров на самом деле очень много мы буквально живем этих изменениях вы сейчас каждый я думаю из кармана можете достать по несколько те которые предлагаем первое это эффективность работы команды требует изменений нужно определить текущую производительность команды научиться и управлять мы плохо планируем мы не понимаем как эффективно мы работаем мы не можем этим управлять мы не знаем как быстро мы поставляем ценности как она зависит от различных факторов типичная работа с изменениями на уровне команды компания масштабируется второй кейс да посерьезнее компания масштабируется команды растут стекколдеров все больше на всех уровнях ощущается отсутствие прозрачности работы присутствует рассинхрон начинаются какие-то вопросики к разработке сложно управлять приоритетами стекколдеров на разработку что-то надо с этим делать это тоже изменение третье компания готовится к слиянию с крупным стратегом стратег будет все больше оказывать влияние на принятие решений команда так не привыкла появляется все больше совместных проектов по интеграции у команды стресс таком формате работать никто не привык никто не понимает какое будет будущее после окончания слияния какой он будет процессе все это про изменения также много кейсов которые там собственно скорее всего вы с ними встречались своей работе или может быть сейчас находитесь процессе это смена рынка самой компании мы смена модель монетизации какой-то пивот это сокращение направления в компании и команде в компании начинается стресс что такое почему она закрывает целое направление нас тоже уволят и прочие вопросы с которыми нужно работать и нужно работать заранее и работать публично здесь тоже хорошо подходят системные методы это переход на в общем так какие-то новые гибкие процессы внедрение даже более мелкие внедрение какого-то скром события которое плохо работает даже ретроспектива от которой никто не видит пользы но при этом в компании но при этом внутри самой команды нет никакой культуры взаимодействия и много внутренних конфликтов посреди выполнения крупного проекта выясняется что концепты значительно меняется да по-моему двое в самом начале писали что блин а что делать у нас там требования поменялись посреди а большого проекта это все тоже про изменения и я предлагаю рассмотреть один кейс который заранее подготовил чтобы сэкономить всем время остальные кейсы вы сможете поэтому шаблону тоже попробовать пройти взять свой какой-то реальный пример то есть моя задача сегодня это показать как с этим можно работать системно потому что мы с вами и так как мне кажется с этим умеем работать но не всегда делаем это системно давайте разберем классический кейс на уровне руководителя команды самый первый эффективность работы команды требует изменений нужно определить текущую производительность команды и научиться и управлять с точки зрения классификации это развивающие изменения скорее всего по классификации агентов это внутренний агент то есть мы с вами возможно сити о возможно вместе с тем лидом до нужно это делать с кем-то из команды и это конкретно агент изменений внутренних процессов внутри нашего с вами отдела нашей команды что нам нужно сделать на всех этапах что мы можем точнее все как бы индивидуально давайте на примере во первых нам нужно четко обозначить проблему и сделать так чтобы все поняли ну то есть донести и у нас проблемы с планированием мы не можем оценивать управлять производительностью у нас постоянные влеты я не знаю нам мы мы промахиваемся по срокам по крупным проектам говорим что сделаем за два делаем за шесть это никуда не годится мы не можем заранее планировать свой бэклог на долгий срок на квартал полгода год потому что мы сами не знаем сколько это сколько у нас производительность эффективность и сколько ты заметил времени соответственно сами же себя ставим ситуацию которой не выполняем ожидания не можем работать без стресса то есть не можем планировать так чтобы это было прогнозируемо и в общем то нам надо это решить нам нужна точно какая-то система story point of которые мы в ней внедрим нам нужно это использовать в жире мы будем работать с отчетностью по эффективности своей производительности это наши инструменты и результатом на этом этапе будет во-первых что все понимают саму проблему и какое будущее она нам дает если мы решим и такое будущее и в каком будущем мы остаемся прекрасном в кавычках если мы этого не делаем регулярно проводим ретер про производительность то есть мы начинаем после того как это применяем проводить это ретер по производительности эффективности команды смотрим первые несколько месяцев насколько мы попадаем сюда в свои какие-то ожидания нам нужно тап адаптации так или иначе желанием нам надо поработать на этапе что здесь может быть нам нужно объяснить про просто самое будущее на почему мы в него идем мы как команда будем лучше планировать у нас не будет стресса и влетов мы сможем на эти но мы сможем аргументированно отвечать что когда и как мы сделаем и ну там не будет вопросов сейчас мы это делаем там пальцем в небо и понятия не имеем с учетом отпусков какое количество производительности мы не можем это банально учитывать вообще никак никакие точные более-менее картинки и родмапы сами для себя спланировать даже на квартал не можем ну о чем речь и здесь важно объяснить до работы с саботажем что это не про контроль здесь важно показать что эта работа и управление производительностью мы команда профессионалов и нам для того чтобы работать профессионально нужно понимать и планировать профессионально и в том числе такие моменты я не знаю индивидуально в зависимости компании но из мотивации это может помогать работать то есть если мы видим как перформит наша команда если у нас есть какие-то премии внутри компании и мы знаем что наша производительность растет а количество людей не увеличивается мы делаем все больше продуктовых ценных полезных задач соответственно больше и быстрее доносим ценность для бизнеса и можем это показать и измерить нам проще обосновать почему мы классные получить какую-то свою там разработческую премию это тоже элемент работы с желанием какие результаты этого этапа все согласны что это необходимо все возражения отработаны и мнение учтены на этот счет то есть мы действительно вовлекаем ребят свою команду в то чтобы поучаствовать в разработке этой самой системы да там стри по оценке могут быть разные сами процессы банально предлагаем им выбрать инструмент для планирования покера ну то есть там где нам не принципиально само решение мы можем это подключить к этому команду дать возможность принять участие провести инициативу разделить с нами в общем то участие в этом процессе этап знания мы учимся да мы учим команду работать с системой оценки мы делаем собственно по поводу этой простой практике там сказал показал сделал мы согласуем какую-то шкалу оценки в story point тогда для себя но для не для себя для команды согласовываем со всеми и берем какой-то пример задач у нас уже много задач в баклоге давайте вместе их оценим и просто делаем какую-то демонстрацию как это происходит на конкретных примерах задач то есть показываем как это работает соответственно в результате все умеют работать с инструментами оценки мы в том числе вписываем это в регламенты то есть у нас есть регламент разработки процессов мы описываем когда и в какой момент производится оценка задач какие-то правила да важные для нас которые мы со всеми согласовали в общем то мы делаем все для того чтобы это знание было публичным прозрачным и делаем практику которая позволяет ее закрепить и убедиться что в этом ничего сложного нет дальше мы переходим к этапу способности и ежедневно регулярно ее применяем мы с вами достаточно теперь можем наблюдать на тем как процесс работает мы смотрим на доске что нет задач да там модели как без story point что они делаются задачи у которых непонятная оценка и добиваемся да здесь на этом этапе в общем то работаем с тем чтобы это не происходило нам надо добиться того что 70 процентов задач проходила ну точнее 70 процентов сотрудников использовали на самом деле много когда я говорю про команду по хорошему 100 процентов сотрудников вот и подкрепляем все это подкрепляем на регулярные встречи по эффективности мы анализируем мы как менеджер да можем подключать кстати ребят инициативных из команды которые также моду могут показывать какие-то автоматизированные например отчеты в изи там projects жире в каких-то плагинах или без плагинов сами строим отчеты и показываем регулярно ежемесячно команде какие молодцы какой у нас результат какие метрики да как я сказал первые несколько месяцев мы не акцентируем внимание на месячной эффективности мы в целом смотрим какая у нас динамика у нас вообще-то картинка мира появляется первые два месяца то есть сколько мы действительно поставляем ценности насколько как это измеряется поэтому здесь не надо куда-то там уходить какие-то глубокие разборы почему так что случилось можно без этого обойтись есть важно наоборот там подсветить что мы молодцы мы быстро справляемся с процессом мы начинаем понимать наше распределение внутри по различным задачам и это круто и мы можем уже даже замечать что какие-то не очевидны себя вещи а почему у нас половина бэклога это баги мы что что-то делаем не так на этапе приемки нам надо поработать тестирование то есть уже какие-то инсайты но их нужно поворачивать в положительную сторону на этапе подкрепления смотреть красивые графики учитывать эти story point и начинать работать с планированием то есть то что мы продавали как ключевую ценность что мы будем лучше планировать жить без стресса соответственно надо это обеспечивать надо начинать потихоньку применять это к планированию к реальному планированию когда мы поймем сколько какое соотношение story point в месяц и сколько занимает какой-то крупный эпик на предварительной оценке мы можем теперь его более грамотно спланировать и надо научиться применять поблагодарить всех кто помогал с этим процессом там как я сказал материально нематериальная мотивация задуматься об этом еще до внедрения как мы будем с этим работать и в результате все кто нам помогали чувствует прича и вообще вся команда чувствует причастность команда чувствует реальную ценность от внедрения собственно этой оценки наша точность планирования выросла стресса стало меньше все счастливы так на самом деле по части с контентной такой именно материала я думаю мы подходим к концу давайте посмотрим ваши вопросы тогда презентацию обещали прислать запись будет направлена до запись должна быть никаких проблем собственно смотрите следующие кейсы да вот там кейс с где мы уже развивающие изменения но на уровне компании рассматривая вы можете с ним поработать сами если вам интересно собственно да непрозрачная система планирования начинаются вопросики к разработке потребности бизнеса в развитии не такими закрывается и здесь в общем пространство для того чтобы поработать по шаблончику тоже имеется с третьим кейсом также сама и вообще по всем кейсом которые вам придут вы можете попробовать попланировать давайте тезисно ключевой мысли которыми я хотел с вами поделиться надеюсь вы смогли со стороны посмотреть на управление изменениями как на системный подход в первую очередь и оценить для себя и понять что на самом деле не всем изменениям она нужна некоторые изменения которые мы делаем в течение одного дня там двух дней не требует системности задумайтесь какие изменения в вашем опыте могли бы быть сделаны лучше эффективнее если были системными второе подключать коллег внутри можно и нужно и если мы говорим про крупные изменения поддержите в голове связку пм-си-о-о и hr-директор она правда эффективно работает на рынке третий тезис это про людей нам даже если мы великолепны в процессах точно знаем что будет хорошо работать у нас есть опыт экспертиза все с нами согласны мы не должны забывать про то что мы работаем с людьми и даже хорошая хорошо продуманный план эффективный план требует учета мнение работы с людьми с каждым конкретно это обеспечивает нам эффективность на всех этапах надо задумываться об этом о том что это ну это вы как-то влияет на людей и как мы можем им объяснить и помочь в этой картинке мира представить себя лучше чтобы никого не потерять и последнее надеюсь это тоже стало чуть-чуть понятнее потому что мы с вами буквально за за там несколько 30 минут разобрали и даже на одном примере посмотрели как работает метод откар поэтому я утверждаю что есть простые в освоении метода и практики которые позволяют хорошо прорабатывать важные для вас изменения системно их прорабатывать и делать эффективнее поэтому не бойтесь их изучать смотреть применять на практике да поставьте пожалуйста оценку это важно как вам понравилось занятие и скорее всего пришлем опрос еще дополнительно в чат если вас заинтересовали какие-то темы вообще работы с процессами внутри компании с вашим отделом пожалуйста обратите внимание что и можете поставить плюсик в чат если вам это интересно бесплатная консультация для вашей компании отдела по развитию вашей эти команды и экспертизы дополнительная скидка на корпоративное индивидуальное обучение и в общем то действие у этого предложения ограничено пишите если вам это интересно с вами свяжутся коллеги и проконсультируют до опроса вебинаре коллеги из отуса кто рядом со мной скиньте пожалуйста ссылочку кажется я ее или вот она наверно вот она сейчас я ее продублирую об подам надеюсь это на пройдите пожалуйста опрос ну и последний тезис изменения это хорошо а управлять изменениями еще лучше поэтому не относитесь к этому какой-то сложной дисциплине все все есть практика пробуйте и у вас получится давайте посмотрю еще раз вопросы возможно что-то осталось владимир по поводу вовлечения группы на этапе желания я правильно понимаю что речь идет в любом случае какой-то небольшой группе например собрать мнение руководителей по их областям и т.д иначе будет несколько сложно собрать подробно обратную связь смотрите когда мы говорим про крупные изменения конечно нам важно на этом этапе сначала поговорить все но обсудить все с руководителями хороший руководитель часто понимает проблемы запросы и страхи своих коллег своих сотрудников и уже на этом этапе там до 70 процентов всех важных аспектов для проработки и изменения процессов мы можем проработать с ними и при ну и подключить их на этом этапе поработать заранее желаниями далее когда мы будем подключать допустим уже лидов их там руководителей внутри или конкретных сотрудников исполнителей которые будут с этим работать мы до соберем оставший оставшуюся часть возражений потому что такие нюансы там как взаимодействие с конкретной сервис системы как процесс работы с конкретным там инструментом тулом таких нюансов не знает никто кроме самих исполнителей кроме сотрудников внутри отдела и вот уже нюансы потому как скорее даже как они почему и зачем какой-то змей нужно делать нужно конечно будет и желание собственно прорабатывать с учетом взаимодействия уже с сотрудниками но основные скажем так барьеры на этапе желания да там грубо говоря о сотрудниках о том почему и какие сегменты сотрудников могут там устроить саботаж на там такое грубое слово ну там почему они могут быть не согласны какой у них может быть страх какие риски они в этом могут увидеть можно обсудить непосредственно с руководителями семидесяти процентов случаев это будет попадание часто еще привлекают там те кто работает по принципу делегирования то есть руководители которые много делегируют конкретным руководителям у себя они прямо говорят можешь идти к моим руку ну там руководителям видом и с ними пообщаться в таком случае можно их подключить они уж сто процентов в 95 процентах случаев знают даже детали и нюансы поэтому если мы говорим про крупные изменения то можно начинать с них с руководителей их рядов внутри вот на этом до коллеги спасибо за вопросы за активное участие в общем спасибо что пришли в середину середины недели ложные рабочие недели всех бы ворот увидеть познакомиться пишите если что приходите к нам если вдруг увидимся с вами на нашем курсе махните мне рукой будет приятно знать что вы пришли после нашего с вами знакомства здесь ну и всем хорошего вечера и торопила недели прощаюсь с вами